Машина плавно выезжает из гаража и сразу понимаешь, вот она история, к которой можно прикоснуться. Автомобилю полвека, но выглядит он как новенький, пробег всего одна тысяча километров. Такие машины не продавались в частные руки, все они шли на государеву службу. Этот пятидверный универсал одна из первых отечественных карет скорой помощи. Сразу вспоминаются советские комедии про деточки на Шурика и Ивана Васильевича. Такие машины были неотъемлемой частью того времени. На сегодняшний день в городе Барновле это одна единственная живая машина, которая способна самостоятельно передвигаться по дорогам. Машина была в принципе найдена в таком достаточно печальном виде. Был практически один голый кузов, сняты были все агрегаты с нее. Потом в течение полутора лет работали, находили доноров, искали запчасти, подбирали все недостающие элементы. И вот эта машина восстанавливалась. После реставрации автомобиль живет второй жизнью. Волга – обладатель диплома второй степени серебряного кубка поршня выставки ретро-техники 2016. Что же заставило владельца после стольких вложений и трудов выставить раритет на продажу? Как для любого реставратора, для любого владельца ретро-техники нельзя останавливаться на чем-то достигнутом. Есть мысли на совершенно другой, очень интересный проект. Есть желание его реализовать. А так действительно расставаться с этой машиной жалко. Объявление о продаже Волги было размещено в начале октября на одном из известных автомобильных сайтов. Активный интерес к машине проявил московский регион. Конечно, не хотелось бы отпускать авто с территории Алтайского края, но по словам владельца, скорее всего, раритет покинет пределы нашего региона. Остается надеяться, что он попадет в надежные руки, еще долго будет радовать жителей, если и не Барнаула, то точно одного из российских городов. Все-таки это исключительно наша история. Евгений Ещенко, Андрей Печоркин, информационный канал «Город».